Есть в нашей недельной главе очень такая скрытая тема о борьбе Якова с тем, кто называется в Торе Иш. Точнее говоря, не Яков с ним боролся, а он боролся с Яковом. Для этого говорится, что остался Яков сам, один. Остался один. И я хочу рассказать одну историю, которая, эта история, она очень, так сказать, заостряет эту главу, эту тему. Это открывает ее высшее достоинство. Я много лет прожил в городке Офаким, там, на обещательной еврейской общине с Ишивой, с Колелем и так далее. Только была одна проблема, тогда трудно было добираться. Я помню, это хорошо, вот такой искупый перекресток между Бершева и Газа, называется Мишмаранегов. Надо попасть до какого-то времени, потом уже автобусов не было. И дальше добирайся, например, 12 пешком или больше даже. И была такая история. Я хорошо, так сказать, понимаю эту историю, потому что сам попал в историю очень похожую, хотя эта история не про меня, я предупреждаю вас. Один парень из Ишивы был в наибраке на Шаббат, и очень хотел вернуться по конце Шаббата в Ишиву, чтобы завтра начать рабочий день, учебный день с самого утра, без помех. И он был шанс прозевать последний автобус, и он добрался к этому месту и таки прозевал последний автобус. Это были времена, когда граница с Газом еще была открытой. Не то, что сегодня все у нас перекрыто. Ездили машины и так далее. Место очень неприятное, я запомню по себе. Вот он, не зная, что делать, остался буквально в своей пустыне. Начал идти пешком, и я начал идти пешком. Я все равно начал идти пешком. Кто-то меня подобрал и отвез. Не помню, но вот он. Вот ты просто в пустыне, ночь. Ну, кстати, остается у тебя машина. Его открывает дверь, Равпинку, собственной персоной, и приглашает его зайти. Он очень, так сказать, ну, есть такое понятие. Да, габа на вишне, си хэну ла хэйрим. Человек что-то переживает, надо кому-то это рассказать. Он рассказывал Равпинкусу, там дороги примерно 12 минут на машине. Это недалеко. Как он переживал, как-то было страшно, как того. Как-то остался он совершенно один. Вот он видит, что Равпинкус его слушает, но не очень довольный, скажем так. И Равпинкус, как это было у него принято, тоже зная по своему опыту, он не просто привез его, оставил его, чтобы он пришел в Вишиво, он привез его на самый Вишиво, где-то его было не по дороге. И при выходе из Вишиво он сказал ему одну вещь. Запомни, пожалуйста, еврей никогда не бывает один. Никогда не бывает один. Это замечательная вещь. Никогда не бывает один. Еврей живет за всеми человеком, никогда не один. Но у меня, когда я... История приведена в книге Равпинкусе, эта история приведена. Когда я видел эту историю, у меня сразу зажегся красный свет. В нашей недельной главе написано, что якобы остался один. Что это означает? Якобы остался один. Пока Всевышний не помог, я полосил в глаза место в книге Зор. Это место в Хубыше. И говорится, что вся эта обычная свита, которая храняет человека, то, что хранял Якова, когда шел к Лавану, он ушел обратно, ангелы. В этот момент все его оставили. Он остался по-настоящему один. У человека есть его ангелы-хранители, есть помощь свыше. Якова оставили одного, чтобы он с этим ангелом боролся сам. Не просто ангел, ангел-хранитель Исава, то есть источник, весь источник духа Исава, преступного духа Исава. И наши мудрецы говорят, что это был сатана собственной персоной. И вот происходит борьба. Борьба и Яков его... То есть наши мудрецы говорят, что их борьба подняла пыль до престола славы. Адки Саяковод. Объясняется так, что это была борьба за основу веры. Яков в итоге победил его. И он хотел... Этот ангел просил, чтобы он отпустил. Он сказал, что он не отпустит его, пока он не признает. То есть сказано в самом тексте, пока он его не богословит. Но мы-то знаем, что у ангелов нет никакой силы благословить. Поэтому Рашин мне сразу же объясняет, что имеется в виду, что он признает истинность и правильность тех благословений, которые получил Яков от Исак. Он признался, что... Хотя вроде бы это было вначале благословение, вроде бы не совсем по прямоте. Но в итоге Исак, да, со следующим Якова благословил. Поэтому ему полагают все благословения. Вот когда... Когда у ангела этого не было, он еще торопился. Он сказал, что мне надо идти подняться и говорить песню перед Всевышним в этот день. Это особый разговор, во время этого тоже поговорю. От чего-то песни этого ангела тоже. И вот он его благословил и ушел. Однако он поразил его немного. Поразил его. Это причина, почему народный развод. То есть, то, что тогда задел седалищные сухожилия, этот самый ангел Исава, это запретило нам... Это была причина для того, что нам запрещено есть... Седалищные сухожилия. То есть, там силы... То есть, это самое место, где есть... Тут силы зла. Силы зла. Это... Это в двух словах эта история. То есть, нам трудно понять, в челе величие Якова, как он действительно победил ангела без помощи свыше. Без помощи свыше. Однако это нам открывает взгляд на другую тему. Наши мудрецы говорят... Источник, то, что я говорю, это статья Робогутнера, которую мы скоро опубликуем. Я говорю, так только я понимаю, это не особо Робогутнера, то... Следующий Мбирот можете почитать на Хануку. А вот так-то приводит следующую вещь. Что в нашем народе была такая беда, которая называется Шаташмад. Буквально час уничтожения. Шаташмад, когда или ты крестишься, или тебя убивают. Или ты становишься правоверным коммунистом, или ты отправляешься... И вот там приводит... Знаешь, кто требует особого изучения, что первое, так называемое, Шаташмад, сейчас уничтожение, это было с греками перед восстанием ваговеев. Эта вещь достаточно неочевидная. Почему? Потому что и до этого были все возможные попытки заставить евреев поклоняться идолом. Это было и перед Пулемом, если ясно. Он там какие-то вещи эти отличают от другого. И то, что я это понимаю так, есть Шаташмад, сейчас уничтожение, которые просто хотят искорить все еврейство. Есть одноразовое насилие, поклониться идолам, или что такое одноразовое. Это было насилие, насилие Шаташмад покорить, буквально и жить и вообще еврейство. И есть тут одна очень важная вещь, что вообще наше имя Исроэль мы получили от этого ангела, которого Яков победил. То есть Исроэль это имя силы еврейского народа, силы и мощи. То есть когда сражался с ангелами, с человеками, победил их. И есть большое правило. В моей области Иманы Бонны поступки, тоже можно справиться, сами это знак, это знак для следующих поколений. и что источник этих страшных периодов называется Шаташмад, буквально час уничтожения. Уничтожение не обязательно физического, а уничтожение всеобразовый еврейского народа. Источниковое это борьба ангел-охранительных Исавас Якова. Соответственно, мы можем понять, можем понять, что и сила нашего народа выдерживает это испытание, также источник это это сила Якова, когда он остался один победить этого ангела. Была одна интересная история, она не с тем по теме, но она просто очень интересная. Был один еврей, который вернулся к Торию, он был такой израильтянин, нерелигиозный. Это было сорок лет назад, это история первой Ливанской войны. Он был из таких отборных частей, которые там. В какой-то момент он попал, тоже называется, холодную, тихую засаду. Засаду, когда его ожидали с ножами, а не с оружием. А он напали. и вот тут ранили сильно и так далее. Он понимал, что он уже уходит. Тут он вспомнил картину, картину, которую он показывал в детстве, наверное, какая-то в детском саду, картинку, как Яков борется с ангелом и Сава. Эта картинка вспомнил, дала ему силы, и он прикончил этого вот атакующего его террориста и сделал после этого по-настоящему чего. Он чудом выползал, был тяжел ранен, но как-то выползал и сделал после этого ничего. Это очень интересная история. Для меня она просто символическая была. На самом деле это борьба, дело не просто борьба с террористом, это мелочи. Но борьба, противостояние евреев всевозможным преследователям, которые хотели искоренить именно еврейство искоренить, не физически убить. Это были те силы, которые мы получили от Якова, и об этом работа писала честная вещь. То есть, это же как тогда, когда в силу победы Якова мы получили достоинство называться Исроем, так это достоинство получает наш народ и каждый день заново и все выдерживают эти испытания. По большому счету, конечно, я не должен, никого не удивлю и скажу, что это то, что произошло с восстанием Маковеев. Одно из страшнейших извращений, которые есть в современной израильской действительности, это представление Маковеев как таких богатырей, геркулесов или как Ириа Муромес, богатыри, богатыри, которые победили греков. это полная противоположность истины. Маковеи это были, это был себя перед священником. Вообще с войной, с армией ничего не имели. Как-то Рахпинку вообще-то красочно объяснил, что такое была война Маковеев. Пошли и шиботники в столовую, взяли ножи и вылки, пошли в войсармию. Это была война духа. И воевали не за национальное освобождение, они воевали против воскресения храма, потому что греки заставляли еврея приносить жертву свинью в храме и так далее. Это была их борьба. И сила их борьбы была в том, они воевали за Всевышнего, они за себя и понимали хорошо, что это не их силы. И это противостояние грекам не подчиниться их уничтожению, то есть они хотели нас уничтожить как евреев. Эта сила реально мы тоже получили от Якова. И нашей недельной главы, поэтому недельная глава буквально она предшествует Хануке, а точнее говоря, это был тот период, когда наши макавеи воевали с греками, период войны. И тут я хочу какую-то вещь объяснить, вещь глубокая, силу противостоять всему миру мы получили не только от Якова, словно. Так же от Авраама, потому что Авраам с одной стороны, а весь мир с другой стороны. Давай с Авраама евреи. Помню хорошо один из бога учителей Армадаха Генвера, чтобы он был здоров. Как-то когда сказал мне два слова про Абитска Зильберна, он говорит, это евреи, которые один победил Красную армию. Сталинский, так сказать, за страшную машину он противостоял без оружия. Без оружия. По большому счету это был истинная сила и величие нашего народа во всех, во все периоды нашей истории. Наш народ пережил много очень таких самых часов уничтожения. И я тут хочу коснуться одной принципиальной вещи. Вещь принципиальная, я думаю, что нам надо хорошо эту вещь внять. Я напомню известную историю, она тоже очень принципиальная история, эта вещь более известная. история о великом гере Графе Потоцком. В какой-то момент, в какой-то момент ему сказал Вилинский Гаон, что он может его освободить из тюрьмы путем практической каббалы, если он хочет. Если он хочет. А Авраам бен Авраам, это его еврейское имя, отказался. Потому, что он хочет умереть ради освещения творца. Что это значит умереть ради освещения творца? Что это значит? И тут я хочу объяснить, в чем испытание шата-шмат час уничтожения и в чем сила, которая дал нашему народу. Эти вещи просто поймем. Поймем. Безусловно, человек, который в ситуации шата-шмат, он нарушает заповеди, которые на них сказаны. Ярек балья вор, что не нарушен народ по страху смерти. Он это большой грех, но он не решается за всем мироглядущим. Это не так. Это называется насилие. Он даже остается кошерным для любого свидетельства. Это приведено вам, я ничего нового не говорю. Однако есть кину шашем освещение Всевышнего в чем? В том, что еврей провозглашает перед всеми, что воля Всевышнего, быть евреем, как положено воле Всевышнего, это важнее всей жизни в этом мире. Это огромная сила. И это, то есть, давайте просто вечно поймем, так называемый шата-шмат, научи уничтожение вне проспорта жизни и смерти. Инквизиция использует такими защищенными способами истязаний. То же самое нацисты. То есть, слушайте, у сил зла есть очень много сил, образа, как заставить еврея отказаться от евреиства. Ну, то есть, вышла книга на моем другом, издана моим другом Росфи Патласом, а есть такой мсященный человек, его зовут Росфи Валис, он основатель такой организации Арахим, и он историей семьи, его предок был последним сожженным в Испании, он был измаранов, которые их поймали, то что не соблюдали Тору, он был последним сожженным в Испании, его предок. И он уже сделал Чиву в Росфи Сроэль, он докопался до архивов Инквизиции, которые открыли в какой-то момент, и там приводится описание вообще, как Инквизиция работала, это страшные вещи. Они человека ввели на костер, не сжигали его, не стали вот так в месте, где было, что называется, обжигало. И предлагали вот крест, поцелуй его, а там печет, там уже тело покрывается пузырями. Это не, это не было, это было, то есть, это сейчас эти истории продолжались годами, это не было вопрос одноразово, не вопрос одноразово. И в такой ситуации, когда человек не может выдержать ничего, он все давал, все это, все дал Всевышнему, нет ничего, все остальное, все бренно, все приходящее, кроме ценного исполнение воли Творца. Это огромное испытание, которое период сейчас уничтожения, и мы все сказали свою страшную вещь, что всевозможных евреев могли выдержать испытание пойти на смерть ради разрушения Творца, но пережить все истязания периода этого частого уничтожения, это не факт, что могли. Это совершенно важно. Но это та основа этой силы, которая есть у нашего народа, и она есть у всего народа. Это сила, которую получили от Якова противостоять самому сатане. Со мной есть много способов с нами воевать. Есть соблазн, есть насилие, есть крутый пряник сразу. И это та сила, которая есть у нашего народа, та сила, которую называем не просто иудеи, а называемся Исроэль, не Якова, а Исроэль. Это силы. и то, что мы можем и должны учиться у нашего праотца Якова, который остался один. И один противостоял за праотца нет. что-то нет. мы не ищем для себя таких испытаний. Мы боремся, что все мы ищем нас не подвергнет к этим испытаниям. Это понятно. Но надо знать, что мир создан для... Мы созданы мир и для испытаний, и для того, чтобы... И надо быть готовым на испытания. Каждый из нас, такие и другие, каждый на своем уровне. И есть, скажем так, давайте попробуем просто еще одну вещь. Что сказал, когда Яков шел навстречу Исаву, он сказал, «Имлаван Гарты, я жил с Лаваном Гарты». Это те же буквы, слово «Тарьяк», что это на запятой. Это численное значение Гарты. И соблюдал Тору. Это соблюдение Тору, когда вроде бы, когда Яков был у Лавана, там не упоминается, что был, сидел в шатрах учения. Не упоминается он. И ночью, и днем сожил скот. Но то учение, которое он был, настолько вошло на него прочно, стало частью его самого. Это учение и до того, когда он учился, ушел от родителей. И после этого, когда был в шею ноября, 14 лет, это сделало Тору, часть его, что настолько, что даже 20 лет не изменили его совершенно. И, конечно, для нас, первый наш путь, основной путь первый, стать целыми евреями, это прилипеться, который настолько же, кто стал частью нас самих. Не какая-то теория, не какие-то интересные сентенции, это часть нашего Я. Это то, что до нас хочется вышли, когда мы изучаем Тору. Чтобы мы думали Торой. Не мы думали, а что бы сказал, по-моему, такой комментатор. А вопрос, чтобы наша голова стала головой Торы. Это требует большой работы над собой, труда на Торы понять, разобраться. И, кроме этого, требует еще одну вещь. Это требует от нас трудом для исполнения. Когда мы Тору исполняем, то наши тела освещаются Торой, потому что мы говорим, в каждой брахе, перед заповедями, ширкичанубами свойств, у нас светилась и заповеди. Заповеди нас освещают, и наши тела, то же самое Тора, когда мы занимаемся, освещает нас, и наши души, и наши тела. Нам же не нужно и тело, чтобы нас от Тора. Когда человек засыпает эту книгу, надо встать и учиться. Тем самым мы освещаем наши ноги, буквально наши ноги. И наш путь, путь якобы освятит себя Торой и заповедями. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok